Корреспондент, предконференция. Двух главных тренеров в команду Марина Фриски, Пакева Воронеж, 3-го тура. Чем отличалась эта сегодняшняя встреча от самой недавней Кубковой? Что вы после той игры сказали команде, как настраивали на эту игру и почему все вот так получилось? Я думаю, отличается, вы уже сказали слово «настрой». Он отличался настроем. Он был кардинально другим, нежели матчей Кубкова. И я думаю, что этот счет должен был примером быть 3-0 в нашу пульту, а не 1-1. Потому что, в принципе, из-за этих быстрых сборов в первом тайме должны были сбивать нем еще два. Но, к сожалению, очень плохо реализация моментов говорит о том, что люди еще как-то не уравновешены. Они могут вызвать правила сладнокровные решения. Ну, а второй тайм, в общем-то, он, конечно, кто-то подустал. И такое впечатление, что хотя установки не было на удержание, начали чуть удлинять счет, вернее, передачи, больше того, чем надо. У нас ворот практически не было ни одного момента. Удар на девятку, там уже дальше была штанга со стенки, это я все понимаю. Но все равно, тем не менее, должны были вырывать матч в момент Фатеева, Соколова, Антипенко, сколько можно. Я считаю, что сегодня не поделал час. Не присутствовал некая недооценка соперника, все равно, несмотря на предыдущий матч. Тем более, что показалось с трибуны, что в действиях ваших подопечных, ну, схватилось, если не некое тяжелство какое-то после быстрого гола. Может быть, так ли он сыграл плохую слуху. А вот все равно, какой-то оттенок недооценки соперника все-таки не показалось присутствовать. Нет, я думаю, здесь дело в другом. В общем-то, команда очень хотела выиграть. И победя 1-0, наоборот, как-то хотел более-менее спокойно сыграть, а получилось не совсем правильное действие. Я еще раз говорю, в первом тайме уже можно было решать исход встречи, согласны, нет? А во втором, да, такая ситуация создалась, что волей-неволей надо как-то выиграть мяч, чуть-чуть в активности избавили, в движении избавили. И пошло больше длинных передач, нежели минуя подготовительную фазу атаки. Поэтому, ну, в общем-то, недооценки не было точно, наоборот. И вот, когда вы рассказывали о подготовке команды Ксизор, ну, там какие-то ассоциации были с ажурным футболом, с Барселоной, но в Барселоне нет антипинка такого столба. И не кажется ли вам, что вот его присутствие все-таки провоцирует футболистов на какие-то такие вот туда вот? Да нет, отчасти здесь дело в другом, мы еще пока до сих пор не укомплектованы. У нас не хватает еще одного нападающего, не хватает левого защитника номинального, который может у нас вынужденно там играть Дубровым. И не хватает атакующего плана игрока в середине пули. Отсюда некоторые нестыковки. То есть, кусковой футбол, я об этом говорил, сразу что-то построить моментально, устойчиво, это крайне сложно. То есть, надо отрезками налаживать игру, и тем не менее, антипинка пока используем за его рост, но пока не готовы все эти минуты играть в аккомбинационном стиле. Я знаю, что в планете, в словах, рвать, но все-таки есть ли футболисты с такой фамилией? Нет. Кто должен отдавать последний футбол? Да, пока этого футболиста нет, в общем-то, это видно, абсолютно, и ощущается, и все. Это человек, который ведет игру, а пока у нас нет. Что вы, вот самые первые ошибки, вот сейчас, после этой игры, на которые вы указали команде Придевалки? Я обычно по горячим следам никаких замечаний не делаю, наоборот, где-то немножко так увел в сторону от результата, надо уже готовиться к следующей, ошибки мы разберем после дня восстановления. Но, тем не менее, от «Сокола» уже 6 очков и отрыгло. Да, я знаю. В ближайшие дни, там, недели, декады, команда, вы говорили о том, что документоваться нужно, что в ближайших планах? Работаем в этом направлении, немножко затягивается по времени, к сожалению, мы хотели бы в портрет. Ведутся переговоры, но как-то не сложилось еще, но пытаемся что-то сделать. Я сравнивать бы, не хотел бы, не волнувшись. Даже просто по игре, то, что «Факин Волбридж» сегодня победит, это однозначно. В плане того, что создали игровые моменты. Мы позволили много «Факин», во-первых, употребляли в средней зоне и подбок. И развитие отток у нас неправильного, не осмысленно. То, что требовалось. Ребята некоторые не поняли установку, то, что от них требовалось. Надо сказать, что запущены были просчеты, с моей стороны, в плане расстановки игроков. Ну, как-то потом чуть-чуть изменили. Ну, первый этап, я считаю, просто провалил. В плане даже не какого-то настроения. В плане исполнцев задолженности. То, что вот мы планировали, у нас ничего не получат. Сказалось, конечно, и восстановительная работа, которая... Некоторые ребята, наверное, недовосстановились. Эмоциональный фон вымеснули, конечно, в полковой встрече. Ну, вырвали за счет. И еще заработали за счет самодачи, настройок. Надо и в данном тайме вот эти перестановки, которые мы сделали, не позволили нам заевать ничего. А то, что в данном тайме файтер создал, ну, я говорю, создавайте эту цифру. Итог констатировать в судье. Мы сейчас могли две атаки провести и выстрелить. Стремительно. И могли бы друг друга. Футбол такая, что здесь можно первый этап провалить, а второй может такой исполнительский этап сделать. Такие исполнительские действия сделать. Но, к сожалению, нам не будет продолжать второй этап. Хотя мы планировали вот так вот во втором тайме добавить, с учетом того, что посмотрели с групповой группы в последние минуты. Нам удавалось переломить именно активность. Последние 15 минут мы хотели пойти. Некоторых игроков мы оставили в резерве. Но мы не ожидали того, что эти игроки, которые вышли в стартовом составе, не заладятся у них и пропустят на первую сторону. План был такой-то, чтобы собрать хотя бы 0-0, а потом добавить активность, особенно 2 балла. Герасименко пока не готов в самом начале? У нас все готовы в самом начале. Все готовы. С чем была связана она? У нас все готовы. И все у нас в отличие от Бакева Куплетонов. Якушин, а с чем, наверное, связаны с Пустановом? Я же сказал Пустанов. Мы хотели зайти сюда. Подборнича. Вышел Аркем Стручков. Изменили его позицию. Для Ливана непривычно. Мы это практикуем. Мне нужен был подбор. Он не справился. Зачем мне не обрабатывали фалы вблизи штрафа? Я не дополнил, наверное, что опытный игрок по этой не заменили. А потом у нас не было никаких фалов с этой стороны. Зачем мы со стандарта пропускаем? Поэтому, ну, такая перестанут. Мне все равно, кто знает, какой год рождения у нас. Есть у нас 24 человека. Я на всех надеюсь. На любого игрока, как пример, это Сагни. Мальчик не ожидал, что он выйдет в таком составе. А я все время говорю. На каждого из нас. Вот для меня, как это. Каждый урок, для меня бесценен. Потому что с учетом наших всех дел, на которых я не хочу говорить. Для нас каждый урок. Я надеюсь, что он заиграет. Появится кто-то другой, для того стоит. Комплектация команды закончена? Ну, к сожалению, мы можем себе позволить одну идиницу штатную открыть. Но опять же, если достойный будет игрок, который захочет в нашем клубе играть на тех условиях, которые мы можем ему предложить. Естественно, мы можем предложить только ту здоровую плату, которую у нас люди получают максимальную, которую завоевали своим трудом. И они ее завоевали. Эту западную плату. Достигнули. У нас есть свои принципы такие. Житейские в этом футболе. А одному человеку мы в три раза не уплотить, или в два раза не можем. А ребята мы благодарили особо за второй тайм, что молодцы, на жилах вытянули. Мы чуть не справились, надо было еще несколько так провести в выставку и забить, чтобы победить. В футболе все меняется. Даже за пять нот можно все. Вырвать можно все. И все забудется про первый тайм. Надо только в это поверить. Спасибо. Спасибо.